Смех и радость они приносят людям. В ДК имени Ленина прошла игра четверть финала Серпуховской лиги КВ. Юмористы Серпухова и Ступина продемонстрировали свои актерские способности, умение шутить, танцевать и петь, чтобы завоевать путевку в полуфинал лиги. С клубом веселых и находчивых Максим Игнатович дружит уже три года, поэтому на сцене, чувствуя себя уверенно и в любой момент, готов зачитать рэп. Путь в юмор начался с команды Брича. Теперь Максим выступает в составе стратегов. Мы все-таки команда скромная, на других мы свысока не смотрим. Все команды по-своему талантливы, по-своему опытные. Подготовка шла упорно, мы собирались чуть ли не каждый день, чтобы именно сегодня, в это замечательное воскресенье, порадовать всех своим искрометным юмором, ну и, соответственно, нашими военными. Стратеги – это команда курсантов. Сейчас у них каникулы, так что военный юмор можно отложить. Команда решила отправить зрителей в страну чудес – чеширским котом и шляпником. И там уже повеселиться вдоволь. Гики – это люди. Причем в лексиконе есть слова такие, как «тэпать», «гамать», «пушить», «рампака». Ужас. Что ужас? И слово про маму. Короче, подростки на сцене. Привет, дедкука! А эта команда сегодня без шуток и ступина. Репетиции, бессонные ночи, редактуры ребята совмещали с экзаменами. Но ничто им не помешало выйти на сцену и научить зрителей интернет-трендам и молодежному сленгу. Мы сегодня готовы радовать и удивлять своим настроением, своей тегровкой, мотивацией к победе. Мы как-то гики. Гики – это люди, которые разбираются в всяких фандомах, музыке, всем вот этом вот. Считаю, что каждому понравится в таком юморке. Лето – время экспериментов, новых привычек и, конечно, встречи с друзьями. Поэтому Серпуховская лига КВН не смогла просто так уйти на каникулы и впервые провела игру в июне. Впервые на новой сцене ДК имени Ленина. Гостями игры стали молодая команда из Тулы «Трижды-три». КВНщики шутили о проблемах с географией, спорили о том, кто такой Лунтик, пели, танцевали, дарили подарки родителям и даже представляли себя вождем пролетариата. Революцию! Поэтому наше выступление теперь общее. И шухи будут решать, какие оценки ставить не нам, а всему коллективу. Одна четвертая финала сезона – одна из самых ответственных игр у команд КВН. Ведь от ее результатов зависит выход в полуфинал. Пять команд из Серпухова и Ступина в летний вечер заряжали зрителя своим юмором. Максимальный балл можно было получить в двух конкурсах – приветствие и фристайл. Есть много команд, которые при первой игре были, откровенно говоря, слабоватенькие еще, но с каждой игрой все лучше и лучше было. И все команды, абсолютно все, которые в Серпуховской лиге, сейчас уже на довольно высоком уровне играют. Меня уже подкупили. Мне дали два куска пиццы, я съел и все. И буду одной команде ставить одни пятерки. Ну нет, конечно же нет. Я очень лояльный, я буду снисходителен и всем ставить хорошие оценки. В этот вечер не обошлось и без сюрпризов. Среди болельщиков разыграли подарки, а для самих КВН-чиков главным подарком стали плакаты, которые для них подготовили их друзья. Рисовали около часов 20 точно, может больше. В кабинете управления мы плакат этот весь склеили. Начала я с подбора шрифта. Нашла, который мне понравился. Начала вырисовку. И потом совместно мы начали раскрашивать буквы, чтобы получилось как-то побыстрее. По итогу полуфиналистами Серпуховской лиги КВН сезона 2024 стали команды Короче, Стратеги, Жиза и Сегодня Бесшуток.